Доброе утро, друзья! Еще раз я потеряла дар речи, потому что у меня в гостях две очаровательные девушки. Да, кстати, вот это вот желтое существо тоже девушка. Ксения Стародубцева. Красавица, мастер-татуировщик, танцовщица, любительница экзотических зверей. Что еще? Что еще я не знаю о вас, Ксения? Да я сама себя мало знаю. То есть это все ваше новое, все новое себе открываете, да, каждый день? Да, я сказать могу человек, я творческий, не математического склада ума, не знаю, что сказать. Самый главный вопрос, спит она с вами? В моей комнате спит, в террариуме спит. Живем в одной комнате. Сколько ей лет этой очаровательной девочке? Три годика. Три годика. То есть, а до каких размеров она вырастет вообще? Ну, это такой декоративный вид. Он вырастает где-то до двух с половиной метров, и он будет такой не толстенький. Да, это, конечно, все очень интересно. Это придает вам просто такой колорит необычайный. Ваше мастерство основное сейчас это татуировки. Да. Почему? Вы год только занимаетесь этим, да? Да, ну, я заметила, что у меня, в принципе, неплохо получается. Я пытаюсь в этом совершенствоваться, читаю много литературы, смотрю, переливаю весь интернет. Давайте мне ее в руки, чтобы наши телезрители могли увидеть вашу красивую татуировку. Так, а почему это не змея? Я не понимаю. Вообще, у меня была набить змею такая идея? Или дракона, да? Нет, 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 не хочу, не хочу. Ну, просто как-то будет, выходит, Ксения Стардупца выступает со змеей, и раз у нее еще змея на теле, и еще татуировка змеи, это чересчур много, мне кажется. Ну, возможно, да. И вы танцуете также восточные танцы, вот, в компании очаровательных змей. Скажите, пожалуйста, это после танцев у вас захотелось еще себя украсить дополнительными татуировками, и из-за этого вы таким ремеслом занялись? Блин, я даже не знаю, как это все получилось, просто мне всегда нравились татуировки, нравились, все нравилось вот в такой, в таком направлении, в такой тематике. Первую татуировку вы себе давно сделали? Да, сделала давно, в 16 лет. Понятно, а теперь уже решили увлечься этим всерьез. Да, да. Ну, и как у вас получается? Ну, я думаю, да. Вам немножко необычно от того, что вы делаете что-то, что причиняет людям при этом боль? Мне это нравится. Самую долгую татуировку сколько им набивали? Ой, у меня был сеанс с 12 часов дня до 6 часов утра. Человек выдержал столько часов мучения? Ну, он сам попросил, я как бы не хотела, я говорю, ну, лучше не надо там перенести на следующий сеанс. Но и мне хотелось доделать ему татуировку, и ему хочется быстрее. Если не секрет, что это было за произведение? Это стиль Полинезия, не один из любимых моих стилей. Он, конечно, красиво смотрится, но делать его очень муторно, скажем так. И нелегко, да? Ну, я думаю, человек остался довольным. Да, человек довольный. Мы сейчас как раз можем видеть ваши работы, которые выводят на экран. Много у вас уже работ? Ну, я бы не сказала, хотелось бы намного больше. А скажите, чаще люди приходят со своими идеями, или они все-таки приходят и спрашивают советы у вас, чтобы вы им набили? Ну, без консультации, конечно, не обходится. Все-таки мастер может посоветовать всегда, как будет лучше, что... Конечно, да, приходят со своими идеями, но я это воплощаю так, как, скажем, вижу и я, и чтобы человек остался доволен. А вот еще такой вопрос меня очень интересует. Имеет ли значение, что именно человек на своем теле рисует? Это как-то отражается потом на его судьбе, карме? Нет, я думаю, нет, не отражается. Так, она уже, по-моему, стремится к вам. Держите. Может быть, успокоится. Очень интересно. Не считаете так? То есть без разницы, в принципе, что на твоем теле будет красоваться? Я не считаю, что нравится, то и нужно делать. И вот, по моему мнению, у татуировок нет никаких значений. Вот если, допустим, хочется вложить какой-то смысл в татуировку, почему бы и нет, это твое право. На дальнейшей судьбе это не отразится, вы считаете? Нет, абсолютно нет. Даже независимо от того, что ты нарисовала, даже если это какие-то, может быть, религиозные обозначения, нет, да? Нет. А еще скажите мне, пожалуйста, будете продолжать заниматься татуировками? Да, это я нашла себя, мне очень нравится это все дело. Получается довольствие. Да, вот не знаю, с чем сравнить. Я как взяла эту машинку в руки, попробовала, и все, я поняла прямо, что это мое. А у вас есть какой-нибудь любимый, не знаю, персонаж, может быть, который, знаете, нравится его татуировке? Сейчас же очень много в мире таких людей, которые полностью себя изменяют. Человек-змея, леопард, кошка, что только там нет. Есть какой-нибудь, может, у вас кумир? Зомби-бой. Вы знаете, вот только что хотела сказать, обожаю его, Рик Дженес, да? Он действительно очень классный, очень стильный. Вы такого стиля любите татуировки, как у него? Ну, конечно, я бы не стала себя так украшать, но он вообще... Ему идет, правда? Ему идет. С вами абсолютно согласна, действительно классно выглядит человек. У нас много в городе татуированных людей? На самом деле, да. Очень много? Да. Любят у нас это дело? Вообще обожают. Я прям очень рада за то, что у нас люди такие раскрепощенные в этом плане, можно так сказать. И клиентов вроде нормально. Ну, а вы вот сами как-то повышаете свою квалификацию, скажем так, в этой отрасли? Да. Учитесь? Я учусь постоянно, да, пытаюсь узнавать что-то новое, хочу в дальнейшем поехать на ту конвенцию. Это прям моя мечта великая. То есть такое проводится, да? Да, проводится. Смотрите, как оно успокоилось у вас. У меня она нервничала, у вас прям все пригрелось. Да, на солнышке ведь хорошо. Здорово. Давайте, ваше слово нашим калининградцам. Пожелания? А, калининградцы, что хочу вам сказать. Делайте татуировки, любите то, что делаете. Приходите за татуировками, всем счастья, красоты татуировок. Вы себе планируете увеличивать масштаб ваших татуировок на теле? Да. То есть вы в итоге потом, через пару лет придете к нам вся в татуировках, может быть, да? Ну не вся, конечно. У вас есть какой-то допустимый предел? Допустимый предел? То есть вот то, что вы точно не тронете какую-то область? Например, лицо? Нет, лицо нет. Лицо нет? Ну, лицо нет. Руки? Не знаю. Шея? Шея, наверное, тоже нет. Хотя бывает иногда, конечно, мысли закрадываются. Пу-да, можешь здесь сделать, а можешь здесь сделать. Блин, а что мама скажет? Ноги? Ну, не знаю. Я думаю, нет. Все-таки родители имеют значение. Ну, конечно, да. Но хоть моя мама, родители говорят, что нужно воспринимать своего ребенка таким, какой он есть, но все равно... Ваши воспринимают? Да. Или все-таки иногда говорят, доченька, перебор, нет? Нет, но они... Я всегда спрашиваю советы у родителей, они мне, конечно, советуют, там, не делай, но я все равно сделаю. Здорово. Слушайте, Ксения, ну что ж, как только у вас появится новая татуировка, ждем вас опять у гостей. Хорошо. Вы ее продемонстрируете? Обязательно. Я уже заинтригована. У нас была в гостях Ксения Стародукцева. Отличная девушка, интересная, очень экзотическая личность. Мастер татуировок, между прочим, обращайтесь за хорошими, качественными татуировками. Да, да, да. Мы вас благодарим, что вы к нам пришли, ждем вас в гости, вас и ваших замечательных питомцев. Ну, а я передаю слово испугавшемуся и убежавшему из нашей студии Андрею Волконскому. Пойду к нему. Спасибо Ксении Стародукцевой и Ирине Шель за столь интересное интервью про татуировки. Кстати, я тоже уже немного задумываюсь о нанесении какого-нибудь изображения, но на какое место не буду говорить, естественно. Ну, а что касается прямого эфира «Утро на колесах», то мы продолжаем. Если вы сейчас будете выходить с подъезда и захотите нас досмотреть, вы можете это сделать в официальной группе Первого городского телеканала. Онлайн-трансляция у нас работает. Ну и, конечно же, ваша любимая музыка и свежие новости. Все всегда с вами. Включайте нас и смотрите до конца программы. Ну, а прямо сейчас предлагаю немного потанцевать и повеселиться вместе со следующим исполнителем.